Привет! Сегодня продолжение обзора проекта Elrond. Уже соскучились? Тогда поехали. Техническую часть проекта я описывал совсем недавно, но из-за того, что проект довольно крупный и технологичный, я не хотел наваливать сразу гору слишком умной информации для того, чтобы вас не перегружать. Сегодня спокойно продолжен знакомиться с Elrond и разбираться в нем. Еще одной весьма важной особенностью проекта является совместимость. Что же это такое и о чем я вообще говорю? Сегодня существует большое количество блокчейнов разного размера. Есть довольно старые, есть молодые, но есть одно объединяющее свойство для всех. Это клиенты и пользователи, которые используют наши технологии. Поэтому так важно, чтобы они не испытывали дискомфорта. Необходимо создавать для них все условия беспрепятственного использования блокчейн-технологий. Этим препятствием как раз и является совместимость. Вернее, на сегодняшний день полная несовместимость. Из-за того, что большинство блокчейнов несовместимы друг с другом, пользователям приходится прибегать к третьей стороне, так называемому посреднику в виде биржи, например, или иных торговых платформ. Для того, чтобы трансформировать свои токены из одного состояния в другое, например, чтобы перевести средства с блокчейна EOS на Neo или Ethereum. В этом есть существенный минус, например, тот факт, что приходится проходить процедуру KYC, а также прибегать к услугам централизованных ресурсов, что полностью отменяет саму идею децентрализации блокчейна. Elrond полностью меняет концепцию того, как блокчейн будет взаимодействовать с другими сетями и создает абсолютно новую технологию, которая позволит конвертировать активы напрямую без посредников. Первым таким опытом будет взаимодействие и полная совместимость с блокчейном Ethereum, что позволит пересылать, конвертировать токены Elrond в ERC-20 децентрализованно, без помощи посредника, что приводит к анонимности и безопасности использования подобных мостов, построенных командой Elrond. Но планы команды не ограничатся только Ethereum. В будущем любой другой блокчейн сможет быть совместим и работать с Elrond, в том числе и государственные блокчейны. Между прочим, спешу вас обрадовать. Тестнет проекта уже давно запущен, называется он Zero2One. Вы можете его протестировать, а также посмотреть его статистику и состояние по ссылке, которую я оставлю в конце видео. Запущено уже 5 шардов, которые неплохо справляются с нагрузкой, более 10 тысяч транзакций в секунду. Только представьте, какая будет скорость при запуске майонет за большим количеством нот. Область применения блокчейна Elrond довольно обширная, включает в себя такие крупные области, как финансы, игровая индустрия, медицина, интернет вещей и другие. Команда проекта уверенно идет к своей цели, соблюдая, проходя все поставленные флажки на роудмап. Тем интереснее будет за ними наблюдать. Elrond – это целеустремленный, прогрессивный и растущий проект, который еще не раз сможет нас удивить своими технологиями в будущем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!